Явление одного из блестящих музыкальных произведений того периода это, конечно, песня Space Oddity, знаменитого Дэвида Боуин. И история Майора Тома, которая в этой песне раскрывается, на самом деле достаточно печально, потому что, по сути, герой этот космический корабль не возвращается. Хотя у него история очень-очень длинная, очень-очень серьезная, потому что впоследствии, после появления песни Space Oddity, было написано очень много разных музыкальных произведений, которые расписывают судьбу Майора Тома с самых разных аспектов. Но именно это произведение, с точки зрения именно лунной программы, для нас очень-очень важно. Оно тоже достаточно конкурсиозное. Ну и, соответственно, определенные технические ошибки, которые мешают нашим космонавтам вернуться обратно на корабль, даже астронавтам в данном случае, поскольку мы говорим именно о англоязычной культуре, все-таки находят отклик у общественности. Это песня до сих пор, на самом деле, возоражит умы очень многих землян, скажем так. Но об этом чуть позже у нас будет отдельный аспект, посвященный конкретно этой песне. Не могу не упомянуть о группе Агаты Криске, которые написали песню «Черная луна». Но эта песня, друзья, она не совсем о луне, скорее, как о небесном светиле. Она достаточно печально, да, связана с определенными переживаниями лирического героя, хотя, тем не менее, песня очень красивая. И здесь луна, как мы сами понимаем, уже не подробная, не красная, не серебряная, а именно черная, что тоже до нас представлено.